Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий провокационный вопрос. Священник выслушал исповедь маньяка, серийного убийцы, и после этого сдал его полиции. В таком случае священник должен сохранять тайну причастия или нет? Наверное, все-таки речь шла о тайне исповеди, но в какой-то момент автор перепутал исповедь с причастием. Вопрос задают в каждой школе, в каждом ПТУ. Прямо очень популярный подростковый вопрос. Отчасти он связан с тем, что подростки, да и не только подростки, боятся исповедоваться, потому что грехи специфические, и думают, что сейчас батюшка не только сам будет похихикивать про себя, но еще и расскажет всем. Вот, а вы знаете, что там Коля Некрасов с 5-го А творит? О-хо-хо, охо-хо-хо-хо. О-хо-хошечки хохо, короче говоря. Поэтому интересуются с таким гиперполизировав ситуацию. Ну, что здесь не так? Какие ошибки? Ну, во-первых, друзья мои, маньяки, серийные убийцы не исповедуются. Если почитать психологию маньяков, то это люди-социопаты. Они боль чужого человека не чувствуют. У них нет чувства вины, нет чувства сострадания. То есть это психологический уже дефект. И они просто не могут исповедоваться, потому что не понимают, что же такого плохого они сделали. Есть только я и мое правильное мнение. Какая исповедь, какое покаяние, какой изменяет образ жизни. Да никакое. Творятся и беззакония, пока их или не умрут, или пока их не посадят. Все. Тут ситуация изначально совершенно невозможная. Если бы кто-то из них покаяться перед смертью, или действительно так вдруг что-то где-то колохнется у кого-то в сердце их, в любом случае это будет уже внутри какого-нибудь пенитенциарного заведения, с которым выхода не будет. Поэтому и так все прекрасно знают, по какой статье он сидит, сколько человек на тот свет отправил. А если взять другую ситуацию. Человек действительно совершил тяжелое преступление, которое уголовно наказуемое. Он в какой-то момент почувствовал стыд и раскаяние, и хочет попросить у Бога прощения. И думает, пойду сейчас к батюшке, раскаюсь в содеянном, а тот меня сдаст в полиции. Не пойду, наверное. И так человек лишается Божьей благодати, которая может его начинать потихонечку исправлять. И глядишь, тот и явится с повинной, чтобы искупить свой грех. Как тот же Раскольников. Гениальный роман. Может быть, мы слишком рано его в школе проходим, но если вы школу окончили, перечитайте его. Очень много замечательнейших, мудрейших вещей в нем описано. Так вот, священник такому человеку может рекомендовать явиться в полицию. Что без купить, действительно, свой грех делом. Но не может заставить его пойти в полицию. И сам не может пойти в полицию, потому что тайна исповеди нерушима. И более того, охраняется государственным законом Российской Федерации. От 26 сентября 1997 года. Номер 125 ФЗ. Звучит он так. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ от отдачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди. Как реализуется этот закон? Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Пункт 4. Третья статья 56. Не подлежит допросу в качестве свидетелей священнослужитель об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди. Все просто. Священник защищен даже законами Российской Федерации. В других странах то же самое. Франция, Германия, Украина. Смотрите, изучайте законодательство своих государств. Но это не значит, повторюсь, что он не должен рекомендовать этому человеку осуществить то, что священнику, кажется, будет полезно для его души и для его дальнейшего исправления. Так что, что бы вы ни совершили, друзья, приходите, кайтесь. Но на самом деле, подавляющее большинство из вас не совершает ничего такого, что бы не совершал какой-нибудь другой человек. Не бойтесь идти на исповедь. Мы все о вас прекрасно знаем. Вот и никому не будем рассказывать о том, что вы конкретно совершили, потому что это для нас, во-первых, неинтересно, а во-вторых, будет поводом для лишения сана. Мы сан свой бережем, мы его храним и терять его не хотим. Приходите, не бойтесь нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...